Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Мученик защищается против микробов и бактерий, вырабатывая особые вещества, которые находятся в воде, как в нашей крови. 2 июня, день Фалалея. Назван в честь святого мученика Фалалея. Это был христианский юноша, прекрасным лицом и телосложением, с белокурыми волосами, лет 18 от роду, по занятию врач, безместно лечивший всякие болезни. Он уже ранее бежал от мучителей христиан. Его случайно поймали вновь и стали пытать. Игемон схватив Бурав, начал сам сверлить ноги мученика, но тотчас у него отсохли руки. Потом пытались утопить. Он чудесным образом всплывал. Был усечен мечом. Считается наиболее благоприятным днем для посадки огурцов в открытый грудь. Говорили, пришел Фалалей, досевай огурцы поскорее. А первый выросший огурец закапывали в огороде. Считалось, что в этом случае урожай будет хорошим. И наоборот, если впоследствии на грядках появлялись поблекшие или желтые петли огурцов, говорили, что их кто-то сглазил. Сегодня наши предки молились богам и просили у них обильных дождей, чтобы был урожай богатый. В православной церкви сегодня отмечали обретение мощей святого митрополита Алексия Московского, известного русского чудотворца. Приметы. Сегодняшний дождь предвещает декабрьские снегопады. Тыква. Тыква. Тыква, кстати, огромное количество бета-каротина. Бета-каротин нужен нашей коже, нашим внутренним органам. Почему он нужен? Потому что здесь содержится витамин, вернее, провитамин А, который, который... Вот сюда, ближечко, если что-то там лишнее. Из которого вырабатывается витамин А, который нужен для того, чтобы наша кожа, слизистые оболочки чувствовали себя, были снабжены полноценно. И мы просто набросали вот так. О, нарезали раз, нарезали два, нарезали три. Ну, это, как бы, считается традиционно для зрения полезно и для роста, да? Вот, и для зрения, и для роста. Как морковка. Да, ну, вот так ее вроде невкусно. Да, да. Но сейчас мы сделаем так, что ее будет есть вкусно и приятно. Итак, отвинтаж. Сок брызг. Да? Потрясающе. А там уже пошел сок, да? Да. То есть ваше занятие тяжелой атлетикой пригодились? Да. Ну что ж. И, кстати, вы видите вот этот вот жмых? Да, жмых. Мы его выбрасываем. В детстве ели, сейчас выбрасываем. Вот этот жмых можно использовать в качестве маски природной косметики и улучшать лицо, кожу лица на пяточки, чтобы пяточки не... Просто намазывать, да, и все? Да, и следующую программу, которую я буду делать, уже специально для женщин, она будет посвящена природной косметике. Вот, мы возьмем какую-нибудь женщину и намажем на нее, на ей на лицо жмых, да. Я буду держать руки, а Геннадий Петрович будет намазывать мых. Я сейчас вам стакан. И... Как раз... Наливайте. Сок надо пить сразу же. Видите, как он быстро окисляется. Разливайте уже тогда. Как? Ну, в общем, теперь мы за здоровье... Попробуем. За здоровье наших зрителей давайте выпим. Хотелось бы, чтобы их было побольше. Да. Ну как? Потрясающе. Девятые лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияет на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нагрузки, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги. Как вы прожили этот лунный месяц? Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!